Всем привет! С вами Хрель и музаряшка Огникана, ну сил охреневать, гориллы! Уже с тобой новости дня к нам участвуют. Во-первых, я вам записал космические видосики. Во-вторых, скорее всего, я даже, знаете, не знаю, здесь выпускать или не выпускать. Потому что, как-никак, во-первых, здесь авторские права. Мне нужно постоянно сидеть, всё сверять, проверять. Так это на такой степени реально достало. Я жду серьёзно возвращение. только я хрен его знает может у меня там ничего не получится потому что как-никак я кстати почитал там новые правила вышли я охренел насколько просто чисто там все жестко уже ничего нельзя не смея ты посмотри дохрена неженький пути-пути ландыши вы мои как говорится охренели края но есть как есть поэтому я не знаю мне кажется что мой аккаунт долго существовать не будет его сразу нахрен снесут но мы с вами расстраиваться ни в коем случае не собираемся если вдруг снесут у меня почему-то к уверенность помидор прикиньте упал что снесут я понял что надо создавать новый ну как создавать я уже как-никак я кстати думаю я знаете прикиньте хочу сменить себе охреневающий ник посмотрел а он занят поэтому даже нет смысла уже рассказывать что я хотел себе поменять были ну а звучало уля-ляшить ну есть как есть теперь соответственно как никак мы с вами растем правильно мы с вами на месте не останавливаемся поэтому нужно как я понял двигаться дальше что-то придумать новое сейчас у меня как говорится растяжка все дела видосы выходят тупо на новый уровень я смотрю как никак что понемножку понемножку блин капец они собирают просмотры значит тупо людям интересно а для меня как не как когда соответственно людям я смотрю не будем друг друга обманывать просмотры играют охреневающую мотивацию моей жизни знаете когда ты просто чисто вот я раньше да вот когда снимал видосы когда изначально я зарегался здесь youtube я снимал наверно в день по видосов 60 а может быть даже больше вот сколько можно было максимально столько я снимал прикиньте в день это охренеть в тик токе соответственно один снимал там больше 100 видосов в день это сработало он быстро поднялся видео закрутились здесь как я понял эта хрень тупо не работает я кстати знаете я дохрена счастлив тому что я живу и то что я постоянно набираюсь опыта вот для кого-то соцсеть это тупо деградация для меня это охреневающая мотивация есть и раньше я соответственно записывал черновики очень много видосов что вы понимали у меня в тик токе когда его отключили наверно было видосов 40 черновиков потому что блин капец но нет не самих именно моих видосов а именно под музыку я понимал что блин капец и там сниму и там и вот это и вот это и просто было бешеное желание разрывать потом хрена кого отключили опять же кто-то ушел себя кто-то немножко погрузил как я потом понял что хрени расстраиваться нужно просто чисто дальше жить и дальше двигаться и ни в коем случае никогда не сдаваться закрыли одно иди туда закрыли туда вернись обратно посмотри что и там закрыто сиди вообще ничем не занимайся я соответственно я понял что серьезно как многие блогеры снимают допустим там ресторан и всякую хрень я просто смотрю допустим прикиньте вот он говорит там я была сейчас допустим дан данный момент одного смотрел сейчас у сентябрь а он зачем-то сейчас выкладывает видос когда он в июне был там то на хрен ты выкладываешь видос все что раньше было это ужом кому-то интересно что было в июне давай просто чисто жизнь и четко говорится и по гадек постоянно в этой жизни просто в день день в день все меняется ты выкладываешь видос которым уже хрен знает сколько месяцев для чего кого-то интересно поэтому знаете на вопросы чистых Тикток тоже научил, что нужно серьезно удалять все черновики. Я, собственно, так и сделал. У меня на данный момент нет ни одного черновика абсолютно нигде. И я просто чисто понял, что серьезно не нужно заготавливать заранее что-то. Потому что, когда ты что-то заранее заготавливаешь, во-первых, это 500 раз все меняется, во-вторых, соответственно, это уже тупо не актуально. Это, знаете, которые ко мне проходят, бедолаги, и говорят, а я там твои года, забудь и не позорься. Никому не рассказывай, когда ты в мои года там и тому подобное. Для меня лично роль играет то, что ты из себя представляешь на данный момент. Именно на сегодняшний день. Какая разница, что ты ел вчера, ты это обратно просто тупо не вернешь. То же самое, какая разница, как ты кайфовал. Может быть, ты сегодня уже не будешь кайфовать. Поэтому зачем просто тупо смотреть в прошлое? И никогда не заглядывай в будущее, ты тоже нихрена не увидишь. Как там? Ну, там ты побывал, ты хотя бы понимаешь, что, где, откуда, как было. Ну, можно что вспомнить, да, какие-то охреневающие моментики. В будущее ты никогда в жизни не заглянешь. Как бы ты тупо не хотел. Я считаю, что, наверное, жизнь так распорядилась, и это, наверное, правильно, это круто. Что никто не знает, что нас завтра ждет. Может быть, будет настолько все шикарно, идеально, вы просто чисто просетесь, да, кто-то напишет, и тут понеслось, да, как говорится, в одном проекте, в другом там где-то в кино снялся песня. Тупо жизнь наладилась. А может быть, совсем по-другому. Те, которые ходили, корчили рожи, говорили, да, давай неси мне лобстером. Завтра собирает бутылки. Поэтому я считаю, кем бы ты на данный момент не был, да, что бы ты из себя не корчил, кем бы ты там не был по жизни, нужно тупо всегда оставаться человеком. Для меня это самое, как говорится, охреневающее, потому что просто чисто я понимаю, что серьезно это круто, когда ты постоянно с людьми на одном уровне. Когда ты не думаешь, что кто-то круче, а кто-то хуже. Потому что жизнь серьезная, она непредсказуемая штука. Сегодня все у тебя отлично, а завтра все у тебя пошло по одному месту. А когда ты, соответственно, всегда к жизни относишься, в моем понимании, по-человечески, и ты как бы, как-никак ты понимаешь, что нужно просто ценить то, что ты имеешь. И жизнь обязательно тебе подарит то, чего тебе не хватало. И, соответственно, тебе не хватает. Если хватает, то нахрен ты у нее просишь, я не понимаю. Вы понимаете? Поэтому просто чисто нужно жить, как я понял, и не тужить. И я, соответственно, в своем опыте понял, что не нужно снимать видосы, которым 500 тысяч лет. Вот именно на данный момент тупо ни одного черновика. Я просыпаюсь, я записываю видосы. На данный момент я сижу, это сегодняшний день. Это не какой-то втираже, позавтираже, 500 миллионов уже видосов. Это тупо сегодняшний день. Я понимаю, что именно сегодня я проснулся, все отлично. Я записал видосы, я записал длинный видос. Мы с вами двигаемся дальше. А когда ты, соответственно, снимаешь видосы, которым 500 миллионов лет, какая разница? Это тупо уже не актуально. Это даже ты пересматриваешь, думаешь, блин, капец. Какой-то бред опять записал. А если бы я изначально выставил, был бы не бред. Вы понимаете? Поэтому серьезно, никогда не живите ни в прошлом, ни в будущем. Живите сегодняшним днем. Не нужно записывать видосы, не нужно вообще просто чисто заготовки какие-то. Вообще нужно не париться в этой жизни. Просто чисто жить на данный момент. Не смотреть, что будет. Потому что, знаете, на самом деле, когда ты просто чисто различные новости читаешь, ты себя серьезно. Я, соответственно, почему я перестал читать? Меня просто чисто ничего не интересует. Меня в этой жизни интересует только я сам. Если раньше, когда был киток, да, все сидели в стримах, да, рубили там подарки, то мне было до фонаря. Лично, как я живу. Я утром просыпаюсь. Вот, допустим, сегодня. Почему, соответственно, видос вышел поздно? Точнее, выходит. Или еще не вышел. А может быть и не выйдешь. Я удалю и все. Так и ничего не увидишь. Да. Я просто чисто понимаю, что я вот проснулся. Я пока не позанимаюсь. Во-первых, у меня тренировки каждый день. Понимаете, да? Лучшая версия. Вчера же у себя. Пока я не потренивал, я понимаю, я ничего в жизни полезного не сделал. Я проснулся. Да, это дорогого стоит. Но я понимаю, что где-то внутри, пока вот я не потренивал, я просто днище. Я из себя тупо ничего не представляю. Я понимаю, что просто тупо сейчас мой день, если я не потренивал, пройдет зря. А если дни проходят изо дня в день зря, то нахрен я живу, серьезно? Я у себя постоянно спрашиваю. Именно поэтому я понимаю, тренинг по плану, работаем. А вот именно когда я потренивал, я понимаю, что я избавился от негативной всякой хрени, мотивации, да? Которая тебя постоянно, как говорится, тянет на дичь. Ты понимаешь, что ты зарядился новой мотивацией. У тебя появляется бешеное, безумное, просто чисто желание жить. Ты просто чисто, ты, можно сказать, вдыхаешь глоток воздуха, позитива и вот этой охреневающей энергетики. Ты понимаешь, ты, блин, топишь дальше. Ты стал лучшей версией, тиражей себя. Теперь, соответственно, день уже удался. Я лично так живу. А потом уже все остальное, видосы, там различные стримы. Пока я не позанимался, пока я из себя, соответственно, не стал что-то представлять, я никогда в жизни не зайду и не буду снимать видосы. Потому что у меня на первом плане стоят не лайки, не комментарии, не какие-то бабки, а чисто я. А потом уже все остальное. Всех обнял, всех поднял. Люблю, целую. Бам-бам. Скоро увидимся. До новых встреч.